Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги Левит, перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет. Ну вот у нас разные виды жертвоприношения в Левите, мы пытаемся понять принципы, которые лежат в их основе, потому что практикой жертвоприношения вряд ли мы с вами будем когда-нибудь заниматься. И четвертая глава была посвящена жертве за непреднамеренный грех. А что такое непреднамеренный? Вот дети, оно само так, а я не знаю, а так получилось, да? Ну со взрослыми тоже, только взрослые в этом больше проявляют изобретательности, да, чтобы объяснить, почему оно само и я тут ни при чем. Давайте-ка уточним, говорит нам книга Левита, если верить в этой книге, то это говорит Моисею Господь. Если на человека легла вина за какой-либо из следующих проступков, закрытый список, между прочим, да, не вообще все, что угодно натворил и сказал это само. Если он согрешил тем, что был очевидцем происшествия, или что-то видел, или что-то знает о происшествии, но слыша, как очевидцев по страхам проклятия призывают в суд, ничего не сказал. Вообще-то это не совсем непреднамеренный проступок. Другое дело, что очень трудно понять, вот человек слышал или не слышал. Он, может быть, просто вот пропустил это, да, то есть мы не можем доказать, что он виноват. Если он украл, то понятно, взял чужую, да, а вот объявили, кто знает о таком-то происшествии, о краже. Пусть явится и расскажет, а он не пришел. А мало ли что, не понял, не соотнес, не расслышал, сидел дома, болел в это время, да. То есть сомнения в его пользу трактуются. Если он прикоснулся к какой-то нечистой вещи, или к трупу нечистого зверя, или к трупу нечистой скотины, или к трупу мелкой нечистой твари и не заметил, но сделался нечист. Есть довольно много нечистых всяких вещей, прикосновения к которым оскорняют. Естественно, люди не всегда это замечают. Если он прикоснулся к человеческой нечистоте, к любой нечистоте, которая бывает у людей, и сперва этого не заметил, но потом понял. Примерно то же самое, но первое животное, второе – люди. Если он необдуманно поклялся что-то сделать, будто злое или доброе, дал какую-нибудь необдуманную клятву, какую могут дать люди, и сперва не понимал, что это значит, но потом понял. Тоже странно, что он в бреду давал клятву. А бывает так, что люди не до конца осознают ситуацию. Вот сегодня это называется заведомо кабальные условия договора. Человек только потом понял, что это крайне невыгодное, неисполнимое требование. Так же бывает. Опять-таки, сомнения в пользу человека. Мы не считаем, что он обязательно нарушил злостно свою клятву, а просто необдуманно поклялся. Ну, или в сердцах там. Итак, если на человека легла вина за один из этих поступков, то пусть он признается в содеянном. А возмещение за совершенный поступок пусть принесет Господу очистительную жертву, овцу или козу. Это описывалось в предыдущей главе, как именно. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистив его от греха. Закрытый список. А не слишком ли он маленький? А где же дорожно-транспортные происшествия, которые человек совершает непреднамеренно? Потерял управление, сбил человека или другие вещи. Почему такой узкий список? А потому что на самом деле здесь слово грех не очень точное. По-русски грех предполагает все-таки некоторую такую ответственность за нравственный выбор. Вот человек сделал неверный нравственный выбор, может быть, по незнанию. Да, бывает. И теперь он грешен, совершил грех. Но здесь, по сути дела, ритуальная нечистота. Смотрите, заклятие, когда вызывают в суд, говорят, кто слышит, кто знает об этом деле, пусть досложит нам, что он знает, или он будет проклят. Человек не доложил, на него пало это проклятие. Или он дает клятву, пусть я буду проклят, если не сделаю того-то и того-то. Оказалось, что того-то и того-то он не сделал, невозможно, крайне трудно было это сделать. И он проклят. То есть, фактически, это не грех как нравственный выбор, а грех как нечистота, возникающая в результате определенных ритуальных символических действий. Вот как очиститься от этой нечистоты? Если же речь идет о грехе каком-то осознанном, это другая вещь, она тоже будет упомянута, но, опять-таки, не все случаи разобраны. Ну, ладно, смотрите, а бывают люди бедные, ну, нет у нас овцы или козы, да, что нам делать? И это предусмотрено. То есть, эти правила, они максимально лояльны к человеку и сообразуются с его обстоятельствами. И нигде, кстати, он не должен доказывать, вот как у нас сегодня, чтобы государству доказать, что ты имеешь право на какие-то там компенсации, выплаты, пособия, ты замучаешься справки собирать. А здесь просто на человека возлагается ответственность. Вот как ты сам по совести перед Богом решишь? Ты в состоянии принести овцу или козу? Нет? Тогда слушай. Если же он не может принести в жертву овцу, пусть принесет Господу возмещение за свой проступок двух горлиц или двух голубей. Ну, это очень незначительная трата, да, то есть их продавали, конечно, птицы. Одну птицу как очистительную жертву, а вторую – всесожжение. Ну, да, все-таки не одна, но две. Коза – это довольно дорогое удовольствие. А голуби, ну, дешевые, поэтому можно две взять, жертву. Пусть она даст их священнику, а тот пусть возьмет сначала птицу, предназначенную для очистительной жертвы, свернет ей шею, не отделяя голову, и окропит кровью этой очистительной жертвы стенку жертвенника. Остаток крови нужно выжать у основания жертвенника. Это те же правила, что в случае с жертвоприношением птиц любых других. Это очистительная жертва. Вторую птицу нужно принести в жертву всесожжение, как положено. Фактически точно так же, да? Почему два раза? Потому что сначала очистительная жертва ему открывает дорогу к прощению, а его жертва всесожжения – это фактически благодарность за это прощение, да? Такая двуступенчатая жертва. С козами не так, коза достаточно большая, чтобы в ней то и другое уместилось. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистив его от греха, который он совершил, и этот человек будет прощен. Слушайте, ну бывает так, что прям совсем человек бедный, вот даже двух голубей не может. Ничего. А если он не может принести в жертву двух горлиц или двух голубей, пусть принесет за свой проступок одну десятую фэ пшеничной муки, как очистительную жертву. Ну, это пару килограмм, то есть это совсем немного, да? Ну, уж это, наверное, может каждый. Пусть он не добавляет к муке оливкового масла и не посыпает ее ладаном, ибо это очистительная жертва. Любая жертва хлебная, которая приносилась, обязательно сопровождалась оливковым маслом и ладаном, да? В знак того, что это для Бога, в знак того, что это вот то, что угодно, то, что приятно, то, что качественно, да? А это его штраф, это не то, что угодно и качественно. Пусть она даст свою жертву священнику, а тот пусть возьмет горст муки, как знаковую долю, и сожжет эту муку на жертвеннике вместе с дарами Господа. Это очистительная жертва. Я напомню, что эти хлебные приношения, они означали, что остальное священник сам использует, да? Так священник совершит над этим человеком обряд искупления за совершенный им грех, и этот человек будет прощен. Остаток муки принадлежит священнику, подобно тому, как ему принадлежит хлебное приношение. Вот то же самое, да? Вот, оказывается, жертва всесожжения, она по особым правилам, но в некоторых случаях может приравниваться к жертве за грех жертва вот эта самая хлебная, да? Границы не настолько непроницаемы, они довольно условны. Это мы делим их на разные жертвы, а для Бога важно, прежде всего, отношение человека, тоже важный принцип. Ну что ж, Господь сказал Моисею, если кто-нибудь провинится, непреднамеренно сделает, опять-таки непреднамеренно, бывает, сделает с какой-либо из святынь Господних то, чего делать нельзя, а это уже прямое оскорбление Бога. До сих пор это не чистота, которая связана с просто действиями человека, а здесь действия человека, которые так или иначе затрагивают Бога. То пусть он в возмещении отдаст Господу барана без изъянов, пусть выплатит его стоимость серебром в шекелях святилища, ну, святилища, очевидно, какие-то особые шекели, или такой просто стандарт, да, чтобы не было споров, шекель – это 10 грамм с небольшим, в качестве возместительной жертвы. Пусть он возместит ущерб, который причинил святыне, значит, просто компенсирует его, да, и прибавит еще одну пятую, отдаст это священнику. Смотрите, сначала возместительная жертва – это штраф, потом возмещение ущерба с прибавлением пятой части – 20%. Пусть священник, взяв барана для возместительной жертвы, совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. А уже прощенным он компенсирует, да. Если кто-нибудь согрешит, нарушит, не сознавая того, один из обретов Господних, а вот самый общий случай, да, вот отдельно случай, когда человек попадает под клятву или оказывается ритуально нечист, случай, когда он наносит Господу ущерб, а здесь вообще какой-то запрет. Один из запретов Господних, и на него ляжет вина, то пусть он отдаст барана без изъянов, пусть выплатит священнику стоимость барана в качестве возместительной жертвы. Значит, можно, оказывается, платить не обязательно физически барана, да, это именно штраф. Пусть священник совершит над этим человеком искупительный обряд за проступок, который человек совершил, не сознавая того, и этот человек будет прощен. Это возместительная жертва, человек приносит возмещение перед Господом. Ну что ж, а бывают, знаете, всякие разные истории, ситуации, когда ущерб наносится не Богу, а человеку. Об этом шестая глава. Субтитры создавал DimaTorzok